Друзья, всех приветствую! На связи Олег Сергей в компании TSI Analytics. Сегодня у нас будет очень интересная тема. Сегодня мы поговорим про технический анализ на рынке криптовалют на старших таймфреймах с учетом индикаторного анализа. Вот так вот. Поэтому предлагаю не затягивать и давайте начинать. Итак, друзья, еще раз всех приветствую. Соответственно, есть необходимость объяснить некоторые моменты тем людям, которые хотят это знать. Собственно говоря, целью этого видео является поделиться своим мнением касаемо технической ситуации на рынке криптовалют, исходя из самых популярных паттернов, которые можно сейчас встретить на ликвидных криптовалютах. Это старший таймфрейм. И во многом, мое мнение, оно будет опираться на свойства осцилляторов. Самое, скажем так, распространенное свойство любых осцилляторов, построенных на базе скользящих средних, является дивергенцией. Я думаю, наверняка многие слышали об этом свойстве индикаторов, построенных на основании скользящих средних. В частности, для этого примера мы будем говорить про волшебный осциллятор Билла Вильямса АО. Ну, то есть это может быть и МАКТ, да, тот же. Ну, кому как привычно, то есть принцип один и тот же. Вот такой вот конспектик я готовлю для своих слушателей. Да, но вот сейчас не об этом. Собственно говоря, что мы должны понимать, что сам АО представляет собой пересечение двух скользящих средних. пятая простая скользящая средняя и три четвертая скользящая средняя. То есть три четвертая у нас вытянута в прямую линию, как будто бельевая веревка натянута, да, в виде нулевой отметки и пятая скользящая средняя, она как каким-то образом ее огибает. Соответственно, свойство дивергенции, оно вытекает из следующего такого фундаментального качества, которое несет под собой индикатор. Индикатор АО, так же, как и МАКТ, к примеру, это индикатор силы тренда, то есть силы и скорости тренда. Соответственно, по вот этим вот пикам, пикам, да, это либо как бы вот эти вот донышки, либо пики, грубо говоря, вот эти вот экстремумы, они нам показывают силу тренда. За счет вот этой вот высоты, этой амплитуды, да, чем высота амплитуды по модулю, да, либо вниз, либо вверх, чем эта высота пика выше, соответствующее ему движение трендовое, оно несет под собой определенную силу и развивается с большей скоростью. И если, допустим, почему дивергенция является для нас одним из признаков затухания тренда, потому что у нас пики, да, уменьшаются, если у нас тренд продолжается, к примеру, нисходящий, а вот эти вот экстремумы на осцилляторах, они потихоньку уменьшаются, это говорит, как бы один из признаков затухания тренда. Вот, ну, то свойство, которое мы должны вынести, это то, что, грубо говоря, по вот этим вот пикам можно судить о силе тренда и его скорости. Чем дальше располагается гистограмма индикатора от уровня нуля, тем выше скорость тренда и, соответственно, его сила. Вот на это свойство во многом мы будем опираться дальше, ну, я буду опираться, чтобы донести свою точку зрения. Вот, сейчас возьму рисовалку, немножко порисую. Вот, сразу прошу не судить меня строго, это будет довольно-таки непросто нарисовать, но я постараюсь. Соответственно, исходя из наличия вот этих вот пиков и их, скажем так, высот, да, вот этих вот амплитудных колебаний, мы будем судить и строить свою точку зрения по будущему развитию событий. Самый распространенный паттерн, исходя из этого. К примеру, монета, да, каким-то образом у нас двигалась, 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 произошло какое-то затухание, потом произошло мощное падение и после этого мы видим вот такое, как бы, восстановление. Это ценовое поведение. Это я провел нулевую линию индикатора АО и мы тут видим какие-то у себя тут соответствующее поведение и вот такой вот заход за ноль, очень глубокий соответствующий выход и вот как-то вот так у нас двигается. Смотрите, это самая распространенная ситуация, которая сейчас присутствует на рынке криптовалют, на таймфрейме D1. В частности, эта ситуация отражает биткоин. Сейчас я вернусь на график и вам покажу. Вот смотрите, коллеги, у нас где-то вот это вот у нас, к примеру, августовское падение, тут сентябрь-октябрь и вот это вот экстремальное падение, это ноябрь, на D1 повторюсь. И если мы посмотрим сейчас на график, а мы посмотрим, то мы увидим, что вот этому падению соответствует на данный момент максимальная глубина вот этого дна по осциллятору АО в частности. И, соответственно, вот это вот текущее восстановление, которое мы наблюдаем, оно, скажем так, носит в глобальном понимании больше похоже на коррекционное движение. Почему? Потому что у нас не было вот в данном случае какого-то обновления, да, обновления минимума и не было, мы не можем построить какую-то дивергенцию и с большей уверенностью говорить о том, что в данном случае мы можем видеть какой-то разворот. Очень часто, да, вот этот вот признак, его еще называют признаком волны, там, 3, да, волны, ну, третьей волны, да, это максимальная амплитуда. И вот очень часто вот такое вот какое-то коррекционное движение, оно очень похоже вот на какое-то вот такое развитие дальнейшего тренда. Следующий момент, следующий паттерн, который присутствует на рынке, это паттерн, который можно увидеть у эфира. Вот он мне нравится больше и в процентном соотношении это будет понятно почему. Как было у эфира? У эфира было падение в августе, такое, ну, заметное, так вот как-то там потом было какое-то у нас восстановление, точно так, может, не нарисую. Потом было падение ноябрьское, свойственно всему рынку. И такой вот паттерн, да, сейчас на данный момент рисуется. Также проводим. И что мы видим на осцилляторе? Мы видим, что вот этому августовскому падению соответствует максимум на D1 по глубине захода за 0 на осцилляторе О. Потом видим восстановление какое-то. И вот в данном случае это у нас выглядит вот таким вот образом. То есть осциллятор у нас демонстрирует дивергенцию в данном случае между этими двумя пиками, да, схождение. Соответственно, вот в данном случае ярко выраженный, ну, более выраженный, скажем так, не ярко выраженный, более выраженный такой вот дивергенция. И, соответственно, вот данный паттерн, да, вот данный паттерн, он в процентном соотношении, Восстановление эфира в процентном соотношении было намного больше, чем восстановление по биткоину, потому что здесь признаков, потому что тренд демонстрирует затухание, оно намного ярче выражено. И соответственно в процентном соотношении эфир показал больше восстановления и потенциально можно было больше заработать. Это все, что я пока рисую на истории, тут большого ума не надо быть таким умным, прозорливым. Сейчас будем потихоньку переходить к прогнозным моментам. Последний паттерн нарисую, который можно встретить на рынке криптовалют, он свойственен многим монетам. Что я имею ввиду? Падение в августе, какое-то восстановление, падение такое. В нашем случае правильно ли я нарисовал? Да. Очень похоже на биткоин ситуация. Здесь у нас не было экстремального значения по ООО. Тут у нас было экстремальное значение по ООО. Но коллеги, потом у нас не было вот такого движения. А в данном случае, в отличие от эфириума и биткоина, у нас произошло здесь обновление минимума и вот такая попытка к дальнейшему восстановлению. И вот уже в данном случае у нас есть обновление вот этого минимума и тут у нас есть дивергенция. Вот такой вот паттерн сейчас можно встретить на некоторых монетах и по моему мнению он очень перспективный. Потому что, во-первых, это более, скажем так, ранние движения, то есть еще есть возможность заработать на каком-то вот таком вот восстановлении, да, в виде АБЦ и зигзага. Вот, то есть, соответственно, признаки вот более свежие и ими еще можно воспользоваться. То есть, вот обратите внимание, такие многие монеты, которые рисовали просто такое плоское, да, какое-то восстановление, без обнуления вот этого момента. А есть, которые уже пробили вот этот вот минимум, тут сформировали дивергенцию на D1 повторюсь и сейчас могут сформировать соответствующий паттерн. Ярким признаком такой монеты является Stellar XLM. Давайте даже на него посмотрим, наверное. XLM USD. Вот, это то, о чем я говорил, друзья, посмотрите. Соответствующее падение в ноябре, да, ноябрь-декабрь у нас сопровождался, сопровождался максимальной амплитудой на осцилляторе. Потом мы видели на других монетах, да, там, биткоин, эфир, А, Б, не обновление минимума и как бы вот такая вот сейчас там волне C как-то там бьется, да. Соответственно, здесь вот у нас есть обновление, но тут у нас нет обновления на осцилляторе АО, то есть тут у нас яркая выраженная дивергенция. Следующий момент, на что коллеги нужно обращать, вот это тоже очень важно, я вот как раз упустил этот момент. Следующее движение, вот это вот восходящее и сопровождается каким, какой высотой на осцилляторе АО сопровождается данное восстановление. Это соответствующий, называется такой в теории волновой уровень данного движения. Мы можем посудить тоже по высоте диаграммы осциллятор АО. Смотрите, в данном случае вот этот вот пик, он у нас не доходит до этого пика, да, то есть он у нас ниже значительно по ценовому уровню. Но на осцилляторе АО у нас этот пик перебивается, это говорит о зарождающемся более мощном импульсе и о силе восстановления тренда. То есть, смотрите, у нас была здесь дивергенция, признак затухания и вот здесь произошла обратная дивергенция. И в данном случае у XLM на D1, вот в нашем случае это был у нас зигзаг на H4, к примеру, H4, 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 да, ну что я имею в виду? Я думаю, вы понимаете, что любая волна, она как конструктор состоит из подвол меньшего волнового уровня. К примеру, если у нас сейчас рисуется какая-то волна уровня D1, да, то у нас такой вот зигзаг есть на H4. То есть, вот кто пропустил здесь на H4 движение, ничего страшного, наша задача, что убедиться в том, что это реально вот это вот движение у нас идет уровня D1 волнового, соответствующую коррекцию поймать и выйти в предполагаемой волне C. Вот, и следующий момент, который очень важный, я хотел бы объяснить, это, по моему мнению, самая такая вот интересная ситуация, самая интересная ситуация, даже ее попытаюсь нарисовать и показать, где можно заработать. Следующий момент, это то, что вот как у нас на данный момент, после вот этого вот ноябрьского падения, декабрьского, идет восстановление A, B, C, да, то есть биткоин, эфир, к примеру, и так далее. Есть монета, монета, да, которая, по моему мнению, это ряд монет, они в большей степени раскоррелированы по сравнению с биткоином, от биткоина, да, и вот на этот фактор нужно обращать внимание. Там ярким примером является Waves, да, там, по моему мнению, вообще раскоррелировано, то есть смотрите на таблицу с корреляциями, находите такие монеты. И, соответственно, в данном случае какой ценовой паттерн у нас есть? Есть монета, которая вместо вот этого, да, нарисовала вот такую вот ситуацию, да, A, B, то есть более амплитудное было восстановление, более ярко выраженная была коррекция, и вот в данном случае у нас была сформирована такая вот волна A, B, либо 1, 2, поживем, увидим, да, но нам больше немножко уровня, чем даже D1, да, вот, к примеру, там, я не знаю, может быть, это там D4 или D2. И у нас вот где-то вот сейчас в данном случае есть признаки окончания коррекции, есть возможность войти на предполагаемую волну C, либо волну третью, тоже с учетом дивергенции и заработать хороший профит. Я думаю, вы уже догадались, о какой монете идет речь, то есть это было более амплитудное движение, за которым все следили. Когда там вот биткоин как-то невнятно восстанавливался, то это было более яркое движение. Барабанная дробь, кто догадался, молодец, вот, у меня, кстати, даже подписчик в чате спрашивал по поводу моего мнения касаемо трона, вот, если это рекомендации воспользовались, то, ну, то хорошо, вот. Обратите внимание, коллеги, давайте посмотрим, трон, 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 что мы можем увидеть здесь? Ну, во-первых, да, давайте посмотрим. В данном случае у нас было падение, соответствующее ноябрю месяцу, оно было более сдержано и даже по характеру поведения на осцилляторе видно, что это было, скорее всего, уже какое-то реальное окончание, окончание тренда. Дальше, друзья, смотрите, давайте посмотрим на тот следующий признак, о котором я говорил, это величина диаграммы АО при восстановлении. После соответствующей дивергенции мы видим очень высокую диаграмму, соответствующему этому движению. Смотрите, у нас, в принципе, там по пикам, если посмотреть, это у нас даже где-то вот это вот, да, там, ну, данная высота, она выше, чем вот эти вот пики. Ну, вот, к примеру, возьмем вот эти вот пики и посмотрите, да, насколько у нас вот это вот восстановление на АО, то есть АО, вспоминаем, это скорость и сила тренда. Мы видим, насколько здесь потенциала больше, да, намного. И если мы посмотрим, то мы можем увидеть очень хорошее такое вот, по моему мнению, тут такой вот заход, да, то есть тут даже, ну, это, повторюсь, это D1 даже или старше, если вы планируете, то есть смотрите, какой хороший зигзаг, да, какой хороший зигзаг, да, то есть, соответственно, если вы планируете соответствующий риск менеджмент применять, то тут нужно и выставлять стоп, исходя из старшего таймфрейма, то есть нельзя оценивать ситуацию на D1 и заходить, как бы, на часах, да, и соответствующий ставить короткий стоп. Можно было здесь ставить короткий стоп, когда не было еще признаков, вот этого вот движения, вот этого вот не было. Соответственно, мне там подписчик спрашивал, очень, наверное, на этом моменте, как бы, можно было бы поступить, да, тут я рекомендовал короткий стоп. В данном случае, друзья, что мы видим? Мы видим уже довольно-таки такую хорошую возможность, в чем она выражается? Я бы рекомендовал на D1, кто интересуется троном, вот на вот этим вот баром рассмотреть возможности к покупкам. Это где-то 0.025, да, ну, там, не знаю, в разных биржах могут быть разные котировки, Ну, над вот этим вот баром, который у нас уже пробивал линии аллигатора, вот тут в нашем случае, да, можно уже выставлять отложенный ордер И со стопом под этим, под предполагаемым дном коррекционного движения, и вот сюда вот у нас уже пробовать входить на длинные позиции предполагаемую волну C, либо 3, как там получится, по-живому виду. То есть, вот 0.025, там, может быть, 0.025, там, 5, где-то, да, вот чуть повыше взять, там, постраховаться немножко более, обезопасить себя. Ну, вот в этом, над этим баром можно уже, в принципе, рассматривать покупки. Вот, это вот такое вот мое мнение по криптовалютам, то есть, я обращаю внимание на данную ситуацию, потому что, в частности, вот этот вот, если рассматривать в комплексе несколько признаков, то один из признаков, да, такой вот дивергенция, особенно на старших темфреймах, она, ну, довольно-таки часто себя оправдывает. Следующий, коллеги, момент, кто заинтересовался в свое время, начиная, возможно, начиная с того периода, как я демонстрировал обзоры по рынку марихуаны, хочу показать тем зрителям хорошую ситуацию по компании Canopy Growth. Что это за компания? Одна из лидеров, сейчас, на данный момент, она входит во все ETF-ки, да, по Canopy, это лидирующий производитель марихуаны именно медицинского назначения, готовится на выпуск, сказать, еще и безалкогольные напитки. Вот, смотрите, друзья, включил D1, для многих, многие сразу, вот, у кого глаз наметанный, многие узнают, тут хороший такой вот бычий паттерн, да, обратите внимание, как сейчас у нас, после очень мощного императора, импульса, когда у нас двигается цена, таким образом, как бы, да, как сравнивать с сжатием пружины, что вот такая вот боковая коррекция, на H4 это прямо вообще еще будет красивее видно. То есть, соответственно, после вот такого мощного импульса мы можем увидеть сейчас такую вот хорошую коррекцию, на такой, как по учебнику, знаете, на такой коррекции очень многим нравится рисовать такой вот сужающийся треугольник, там, да, либо, как там, флаг, вымпел, ну, все вот эти вот фигуры продолжения тренда. То есть, ну, тут видно таким невооруженным глазом, что ситуация довольно-таки хороша, поэтому в данном случае я бы рекомендовал, там, потому что по Тилрею там немножко обновилось дно, по другим акциям ситуация не настолько очевидная, либо уже цена очень высоко ушла, либо еще нет сигнала на покупку, но вот Кенопи Гроус хорош, поэтому посмотрите, я думаю, выход будет, выход с этого сужения будет такой довольно-таки мощный и импульсный. Вот, друзья, на данный момент по рекомендациям у меня все. Что еще хотел сказать? Друзья, кто еще не успел, не смотрел мой вебинар по поводу дневника трейдера, я там сделал объявление о том, что я хотел бы поделиться своим видением технического анализа с нашими подписчиками, нашими зрителями. Это я хочу сделать бесплатно. Сделать это хочу в течение двух дней, вторник и четверг, по Москве это будет 20.00, 8 часов вечера, по Киеву 19.00, соответственно. Что я хочу сделать? Я хочу постараться показать один, наверное, ну, как минимум один паттерн, дай бог, чтобы мы успели это увидеть, паттерн трендового движения, да, то есть паттерн идентификации трендового движения и хочу как можно, скажем так, больше об этом рассказать. Это довольно-таки консервативный паттерн, я, в принципе, не люблю контртрендовых движений. Вот, данный паттерн очень уникальный, там, работает, где есть японские свечи, на любом инструменте. Соответственно, хочу вам этот паттерн поделиться, но работать нужно будет очень много подготовительной работы, чтобы выйти на весь этот паттерн в комплексе, нужно будет освежить в памяти ряд моментов. Поэтому, друзья, перед тем, как прийти завтра на мой мастер-класс, двухдневный, да, на марафон, я хочу попросить вас заранее, если вы зарегистрируетесь, зарегистрируйтесь, в письме вам придет видосик, это будет вырезка с одного из наших вебинаров, который мы уже проводили, я, по-моему, с Алексеем его проводил, я хочу, чтобы вы освежили эти знания касаемо индикатора АО, касаемо аллигатора, касаемо фрактала. Это определенные базовые вещи, просто освежите в памяти самые знаковые моменты, то есть не нужно там углубляться, искать какие-то, не знаю, дополнительные, дополнительную информацию, базовую информацию, нужна базовая информация касаемо этих вещей, чтобы мы просто не тратили время на марафоне, а сразу начали изучать новый материал и уже в каком-то комплексе увидели, как это все работает. Поэтому у меня большая просьба тем, кто вот хотят прийти на марафон, это совершенно бесплатно, повторюсь, и поработать со мной на протяжении двух дней, очень плодотворно, просто не хотелось бы останавливаться на таких вот базовых вещах, а сразу идти вперед, идти вперед, чтобы вы уже смогли хотя бы за эти два занятия ощутить какой-то результат, окей? То есть мне такая бы просьба. Поэтому, кто не зарегистрировался, регистрируйтесь, регистрация бесплатна. Единственное, ну потрудитесь, потому что я бесплатно буду работать, хотя бы зарегистрироваться. Вот. Ну и, конечно, я расскажу о себе более детально, потому что, в принципе, многие меня видели, несмотря на то, что я работаю с первого дня в компании TSI Analytics, мне еще есть, что о себе рассказать. Вот. Поэтому всех жду на марафоне, я думаю, будет очень интересно, вам понравится. Поспешите, потому что, если будет чересчур много людей, то мне будет проблематично это делать, а уже есть там довольно-таки большое количество заявок. Все, друзья, спасибо за внимание. Встретимся на марафоне. Кому интересно, следите за теми рекомендациями, которые я дал. Также подписывайтесь, добавляйтесь в наш телеграм-канал, YouTube и чат. Чат, в котором мы обсуждаем торговые идеи более детально, более подробно. Все, до новых встреч, друзья. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова